Здравствуйте, я тренер-косметолог компании Гильтек, зовут меня Новомлинова Эльвира Викторовна и сегодня мы с вами обсудим такую тему, что такое прыщи и почему они появляются на коже. Причин появления прыщей множество, и начну я с того, что кожа является у нас органом и выполняет ряд очень важных функций, и конечно же, если это орган, то она имеет право болеть и в том числе появление прыщей – это определенные заболевания какие-то, это может быть акне, это может быть демодекоз, это может быть связано с гормональными перепадами в организме, ну и так далее. Кожа выполняет в первую очередь защитную функцию и защищает нас от внешних повреждений, каких-то физических факторов, это могут быть погодные условия, удары. Кожа может выполнять иммунную функцию, за которую отвечают клетки Лангенгарса, которые находятся и вырабатываются в костном мозге и попадают в эпидермис. Сегодня в нашей теме важно поговорить о сальных железах, какую функцию они несут и что вообще происходит с кожей, почему появляются прыщи на коже, и это связано с сальным секретом. Впервые сальные железы были описаны анатомом Мальпиги в 17 веке, и сальные железы у нас начинают работать еще до рождения человека, поэтому новорожденный рождается в так называемой сыровидной смазке. Сальные железы располагаются у нас по всему телу за исключением тыльных частей рук и стоп. И еще один фактор – это размножение пропионобактерий на коже. Например, во время стресса у нас активно начинают разрастаться колонии пропионобактерий и появляются прыщи. Следующее. Разберем причины появления прыщей. В первую очередь это чрезмерное использование косметической продукции, такой как тональные кремы, тяжелые BB крема, какие-то румяна, ну и так далее. Следующая причина – это жаркий и влажный климат, когда салосекреция повышена. И еще одна серьезная причина – это профессия, связанная с какими-либо вредностями, например, химическое производство. И еще одна причина – это чрезмерная чистоплотность, как ни странно. Например, когда люди постоянно очищают кожу и постоянно повреждают водно-липидную мантию, постоянно повреждают верхний слой эпидермиса и не дают своим резидентным бактериям, которые постоянно живут у нас на коже, бороться с бактериями, которые попадают извне. Если говорить об ошибках в уходе, то можно сказать о такой ошибке, как выдавливание прыщей самостоятельно. Они обращаются, когда к специалисту люди, выдавливая прыщи, они как бы заражают соседние фолликулы, соседние сальные железы, они воспаляются, все это закупоривается, появляются рубчики на коже, и, естественно, вид не очень красивый. Ну и после всех этих ужасов, про которые я сейчас рассказала, как же со всем этим бороться, как это все лечить? Конечно же, если серьезные проблемы на коже, если очень много, более 10 воспалений на коже, то необходимо обратиться к дерматологу. Ну, а если это какие-то единичные высыпания, или вы уже обратились к дерматологу, то как дополнительные средства в уходе вам помогут серия стоп-акне, серия для жирной кожи, гельтек. В первую очередь, нужно правильно определить ваш тип кожи. Это главное, что нужно знать. Еще одно важное условие, это определиться с очищающими средствами, которые не будут жестко повреждать ваш водно-липидный барьер, будут восстанавливать его очень быстро. И средства, которые я рекомендую, это очищающий гель гельтек, либо гидрофильное масло, которое подойдет для жирной кожи, либо для снятия водостойкого или влагостойкого макияжа. После очищения, как правило, у нас идет тонизация кожи. Для чего она нужна? Для того, чтобы восстановить PH кожи. И самое главное, для того, чтобы убрать остатки очищающего средства и остатки воды. Если мы говорим о жирной коже, то это тоник для жирной и комбинированной кожи. Также можно применить тоник с алоэ вера, который будет успокаивать и заживлять кожу. Еще одно очень важное средство, я считаю, что оно из самых главных, если у вас появились прищечки на коже, то это сыворотка стоп-акне. Гордость компании Гельтек, так как содержится в этой сыворотке азолоиновая кислота, медь, цинк, сера, которые позволяют быстро восстанавливать кожу. Гель Демотен, как я считаю, тоже является нашей гордостью. Благодаря составу этого геля в нем содержатся сера, гиалуроновая кислота и алоэ вера. Состав этого геля контролирует рост пропиона бактерий, не содержит жиров. Поэтому это средство хорошо подойдет для жирной кожи и для проблемной кожи. Маска Себабаланс предназначена для глубокого очищения кожи, нормализует секрецию сальных желез, поэтому маску лучше использовать один раз в неделю. Ну и хочу немножко резюмировать все, что я сказала. Это первое, главное понять, какой тип кожи у вас. Если у вас есть проблемы, обратиться к дерматологу, проблемы на коже. И что важно? Важно подобрать правильное очищение, подобрать сыворотку, обязательно какой-то крем. Если у вас жирная кожа и проблемная, то крем или гель Демотен, они необходимы. И маска для использования один раз в неделю. Спасибо, что послушали меня. И, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в следующих видео. Пока!